BMW это дизель 2014 года, 2 литра, 56 340 белорусских рублей, автомобиль в кузове универсал, визуально она, кстати, действительно форму держит, 14 год, 2003 года, наверное, самым таким надежным мотором у ВАГа, 1.9 дизель, 13 716 белорусских рублей, ну это 4 400, грубо говоря, если переводить эту сумму в доллары. Вот он, собственно, двигатель, он на месте, жидкости вроде как тоже. Кстати, подкапотка выглядит достаточно неплохо, стаканы не гнилые, по крайней мере, в отличие от капота. На механической коробке передач, внутри комплектный, ну, конечно, химчистки требует, совсем грязненький весь. Кстати, 1.6 дизель, почему я говорю про бензиновый, потому что там 1.6 EP6 BMW-шечный старый, ну, мотор, в общем, неудачный, максимально ненадежный, максимально дорогой в ремонте. Как найти или купить хороший автомобиль? Компания The Best Auto поможет вам в этом вопросе. Мы занимаемся подбором авто в РБ и пригоном авто из США, Европы и Кореи, имеем проверенных специалистов и всегда сможем посоветовать при выборе автомобиля. Наши компании лучшие специалисты в данной сфере, которые знают нюансы автомобилей разных марок и моделей. Автомобили, подобранные нашей компанией, всегда соответствуют требованиям клиентов. Компания The Best Auto. Для нас главное качество и ваше время. Всем привет! Мы приехали на самый большой автоконфискат в Республике Беларусь. Минский автоконфискат. И сегодня мы здесь посмотрим большое количество автомобилей в разных ценовых сегментах. Сразу говорю, что это аукцион. Приехать и сразу приобрести здесь какой-либо автомобиль не получится. Электронные торги. Если вы один желающий на приобретение любого здесь автомобиля, плюс 5% к цене. Но если вы один только желающий. Ну и сегодня мы зададимся целью, можно ли купить на Минском автоконфискате относительно неплохой автомобиль за адекватные деньги. То есть цена-качество. Автомобили, как я уже сказал, здесь много. Не только легковые, но и спецтехника. Различные прицепы, полуприцепы, седельные тягачи и самосвалы. Всем приятного просмотра. Сразу Toyota. Toyota, ребят, сильно заострять внимание не будем. Она давно продается. Неинтересно за эти деньги. 2006 год, 2,4 бензин. 22 377 белорусских рублей. Смотрите, какой курс на момент, когда вы смотрите это видео. Ну, сейчас примерно курс, наверное, 3 рубля 15 копеек, 3 рубля 20 копеек. По соотношению к доллару. То есть стоимость автомобиля нужно делить на 3.2. Грубо говоря, чтобы получить, сколько это стартовая цена в долларах. По Toyota, если в доллары переводить на скидку, это получается 3, 7, ну, меньше 7 тысяч долларов. Но она с косяками. Можно видеть и коррозия, и жуки. И вот прям вся она в рыжиках. Поэтому, видно, из-за этого она и неинтересна за такую деньгу. Учитывая, что это стартовая цена. Еще неизвестно, что там в техническом плане по этому автомобилю. Honda CR, вот эта вот FR-V уже продана, она 2005 года. 2 литра бензин 17 339 белорусских рублей была стоимость данного автомобиля. Ну, в районе 5400, ну, где-то 5400, грубо говоря, стартовая цена на нее была. Ну, вот это вот уже немножко поинтереснее. Пятерка BMW, это дизель 2014 года, 2 литра. 56 340 белорусских рублей автомобиль. В кузове универсал. Если переводить это в доллары, ну, усредненно так, на скидку. Так, ну, наверное, где-то близко к 1017-17,5 долларов, если переводить это все в доллары. На вот таких вот катах. Неплохая, кстати, резина хорошая. Ну, визуально она, кстати, действительно форму держит. 2014 год. Все машины подзамерзшие, ну, благо, хотя бы они почищены. 39-ка BMW. За 13953 белорусских рубля 2,2 бензин 2002 года. Если переводить в доллары, ну, наверное, где-то 4200 плюс-минус долларов. Стартовая цена в черном цвете. Ну, кстати, нет, ну, есть на внутренней части арок, конечно, коррозия, не без этого. Есть нюансы жуки. Ну, с другой стороны, 21-22 года автомобилю, грубо говоря. Здесь Lexus. ЕС 350-й, 12-го года, 3,5 бензин, 32 659 белорусских рублей. Ну, грубо говоря, 10-200. Есть нюансы по переднему бамперу. Такие вот потертости, трещины. Большое количество сколов. Такие вот, ну, я не знаю, типа жучков. Хотя, может, отмоется вот на пластике тоже, поэтому, может быть, это и отмоется все дело. И вот такие вот неприятные сколы на капоте, которые уже плавно превратились в коррозию. Ну, видно, видно, что автомобиль долгое время стоит. Смотрите, вот под ручками такие вот тоже жуки, прям неприятные. На задней крышке багажника коррозия присутствует. Ford Mondeo. Так, что-то мне где-то пройти надо. Mondeo 2009 года, 2,3 бензин, 24 624 белорусских рубля. Ну, на скидку плюс-минус в районе, наверное, 8 тысяч долларов. Может быть, чуть-чуть меньше, там, не 8, а 7 900 каких. Ну, тоже по нему, конечно, косяков хватает. Вот такие вот сколы, прям, которые уже прям совсем-совсем плачевно это дело выглядят. Достаточно матовая передняя оптика. Ну, и коррозия присутствует тоже по нему полным ходом. То есть, жуки по низам автомобиля. Плотно он стоит, не будем его обходить. Вот эта вот аудюха продается достаточно давно. 2,4 бензин 98 года, а шестая в C5 кузове. 9 298 белорусских рублей, чуть меньше 3 тысяч долларов. Стартовая цена. С теперешними реалиями, наверное, не самый худший ценник мог бы быть, скажете вы. Но, когда начинаешь смотреть состояние автомобиля, понимаешь, что дорого. То есть, вон, шпаклевка потрескалась, сантиметр шпаклей, блин, бежит. Также коррозия, жуки присутствуют, коррозия по задним аркам. Ну, и жили, китайский автопром, который уже успел сгнить, то есть, коррозия. Не то, что по аркам, здесь везде коррозия и по дверям. Гнилые двери, пороги. Я думаю, и по днищу там все достаточно будет в плачевном состоянии. И это 2013 год. 1,8 бензин. 7 472 белорусских рубля. Ну, сколько получается? 2 300, 2 350, если в доллары переводить. И вот такой вот имгрант X7, дорестовый, 2014 года. Джили имгрант X7, я имею в виду. Заявлен пробег 282 тысячи километров. 21 992 белорусских рубля за него просят. Ну, и это где-то там 6 500, 6, наверное, 800. Если все это дело перевести в доллары. Плохо, конечно, видно. Все воно в такой изморозе. Ну, тут вот такая вот, ребят, такие вот вздутия уже по дверям пошли. То есть, автомобильчик уже тоже подуставший. Можно видеть здесь жуткие коррозия, вздутия. Ну, стоит отметить, ребят, многие напишут, да, это Джили, они все такие. На самом деле нет. Вот, на мой взгляд, сугубо, вот мгрант X7, вот этот вот старенький, и Джили Мгрант 7, который тоже был старый, это самые неудачные Джили в формате, что, ну, гниют сильно. А вот если взять уже Джили Atlas, например, или Coolray тот же, то там, ну, более сейчас новые вот эти Джили, они, конечно, на порядок лучше по кузову. Mercedes ML 2001 года, 3,2 бензин. Цена интересная, на первый взгляд, 8800 белорусских рублей. Это получается, ну, где-то, 2,800, 2,900 плюс-минус долларов. Но, конечно, по кузову он плачевный. То есть, здесь, вон, и шпаклевка потрескалась, и коррозия, и жутки. То есть, достаточно гнилой экземпляр, которому нужно приложить руки. Здесь надо переваривать яркие пороги. Я думаю, и поднищу тут будет беда, скорее всего. Поэтому нюансов очень много. По технике не подскажу, не знаю. Могу предположить, что, может быть, на ходу неплохая зимняя резина, на первый взгляд, как спереди, так и сзади. Но тут надо разбираться. И тут вот такой вот еще один Джили 2014 года, 1,8 бензин. 14280. 14280 есть. Джуки по передним крыльям. Ну, он давно продается. Я думаю, нет смысла даже его и обходить, смотреть. Вот такой вот Ешка 211 в универсале. Она на приемке, без цены пока. Рено Дастер 2013 года. Дорестовый 2-литровый бензин 25272 белорусских рубля за него просят. Закрыт. Внутри, к сожалению, даже на кожаном салоне, на шестиступенчатой механической коробке передач. Ну, есть, есть, конечно, вот такие вот моменты. Где-то сколы ЛКП, где-то какая-то ржавчина. Следы эксплуатации. Имеется фаркоп. И Nissan X-Trail. На хорошей шипованной зимней резине. К сожалению, тоже на приемке пока цены нет. Многострадальный посад, который тоже уже давновато продается. 2007 года 2,4 бензин. Получается, за него просят 22 592 белорусских рубля. Ну, здесь особо и посмотреть. На кожаном салоне коробка DSG. Ну, целая куча нюансов. Это задние арки пошли полным ходом. Под ручками вздуть я все пораздувала. Все в жуках. Ну, пассат, ребят. В целом-то по технической части автомобиль неплохой. И по ездовым своим качествам. Но по кузову одна из самых неудачных Volkswagen. Ну, как, наверное, и Volkswagen Touran этих же годов. Здесь Opel Astra 2007 года. 1,4 бензин. 12 182 белорусских рубля. Видно, что долгое время где-то стояла она. Потому что уже успела мхом все прорасти. Можно видеть. Тут своя экосистема. Можно видеть на механической коробке передач. Но внутри, по крайней мере, она комплектная. И Ford Galaxy с фаркопом. И с целой кучей болячек. То есть, это задние арки подгнили. По автомобилю. Тоже внутри комплектные. На механической коробке передач. На тканевом салоне. И просят за него. Это 2006 год. 2 литра бензин. Стартовая цена. 24 408 белорусских рублей. И Volkswagen Turan. 2006 года. 1,6 бензин. 23 432 белорусских рубля. Ребят, как я уже сказал, курс, грубо говоря, 3 рубля 20 копеек. Курс 1 доллара. Чтобы понять, сколько это точно в долларах, нужно делить стоимость автомобиля на 2.2. Ну, на 2.2. На 3.2, ребят. 3 рубля 20 копеек. Курс 1 доллара. 23 432 белорусских рубля. Ну, это сколько? 7500-7700, наверное. Если переводить на скидку в доллары это все дело. На тканевом салоне. На механической коробке передач. Но стоит отметить, что Turan. Видно, что делался, красился. Но еще визуально относительно более-менее неплохо выглядит. По крайней мере, по состоянию кузова. Форму, что называется, держит. И американский автопром. Это Grand Caravan Dodge 2008 года. 3,3 бензин. 35 424 белорусских рубля. Ну, в районе 11 тысяч долларов. Грубо говоря, стартовая цена. Ну, есть коррозия. По задним аркам можно видеть жуки. Вообще, вот эти вот американцы, они неплохие. Что в этом кузове, что в предыдущем. Ну, конечно, кузова у них слабоватые. Что касается двигателей, коробок, они неплохие, простые. Но по кузовам гниют очень сильно. Hyundai Lantra. 97 год. 1,5 литра бензин. 742 белорусских рубля. 230. 240, грубо говоря, долларов. Ну, на скидку. Вот, третий Golf. В кузове универсал. 2003 года. Наверное, самым таким надежным мотором у Вага. 1,9 дизель. 13 716 белорусских рублей. Ну, это 4 400, грубо говоря, если переводить эту сумму в доллары. Вот он, собственно, двигатель. Он на месте. Жидкости вроде как тоже. Кстати, подкапотка выглядит достаточно неплохо. Стаканы не гнилые, по крайней мере, в отличие от капота. Ну, может быть. Но ценник, мне кажется, завышен, конечно. Потому что здесь ни порогов особо, ничего не осталось. Ну, и сзади примерно все то же самое. Ну, да, корень. Без кузова. Ну, а что касается технической части, здесь уже надо приезжать, смотреть. Ну, это прям какая-то дичь. Вот, там и пена монтажная есть. Чего тут только нет. Ну, и вообще, как тут на конфискате устроено. Тут, получается, первые ряды, это идут автомобили. Самые лучшие из того, что есть. И с каждым рядом автомобили все хуже, проще. Ну, и более ушатанные, более вот такие вот корчи, как это Мазда. Ну, сегодня мы посмотрим также автомобили и самые дешевые. Вот прям, что здесь продают по самым низким ценам. Понятное дело, что это будет лом. Но, тем не менее, интересно. Опель Астра 1.4 бензин. 92-го года. 1965 белорусских рублей. Ну, на скидку где-то долларов. Ну, не 800, меньше 800 долларов. 700, может быть, каких, 750. Автомобиль в кузове универсал. Тоже коррозии, конечно, тут. Внизу в дверей ничего нету. Здесь тоже пена монтажная в задних арках. Имеется фаркоп. Но, с другой стороны, блин, ну, все равно 700 чем-то долларов за такое дребело, даже если оно заводится и едет, мне кажется, это чересчур. Hyundai i20 2010 год. 13 747 белорусских рублей. 4 300, 4 400 плюс-минус приблизительно получается стартовая цена. Со стороны с 5 метров выглядит неплохо, но если вот так вот посмотреть, тут уже и порогов по большому счету нету. То есть автомобиль достаточно в плачевном состоянии. Еще один третий Golf. А нет, там-то четвертый Golf был. А я сказал третий? Не помню, блин. Может, и говорился, потому что, смотрю, там же четвертый. 95-го года, 1.6 дизель. 4 950 белорусских рублей за него просят. В белом цвете тоже в кузове универсал. Вот этот вот Lexus давно продается. 4698 белорусских рублей. Полторы 1600. Не, полторы где-то, да, даже меньше может. Но состояние страшное. Шпакля вон вся потрескалась. Он весь кривой шпакля, растресканная. Перевертыш или что это? Что-то страшное было. Тут трещины. Весь, в общем, сгибца Opel Corsa. Может, тут вон как-то совсем печально она выглядит. Ну, давайте хотя бы цену бегло глянем, что тут за нее просят. Ну, 96-й год, с другой стороны, 1,4 бензин, 1544 рубля, меньше 500 долларов. Поэтому, ну, может быть, здесь еще может быть. Форт Мондео, 98-й год, 1,8 бензин, 3609 белорусских рублей, 1100, 1120 долларов. Ну, тут некоторые машины, ребят, будем более бегло смотреть сейчас. Просто цена машины и пошли дальше. Альбера, 96-го года, 1,4 бензин, 2592 рубля, 800, грубо говоря, баксов. Рено Лагуна, 95-го года, 2,2 дизель, 2754 рубля, баксов 850, наверное, стартовая цена. Кунга, вот этот, каблук Рено, 99-й год, 1,4 бензин, 5,832, 1900 где-то, 1850. Мазда, 323-й, 95-го года, 1,5 бензин, 1296 рубля, получается 400, 400 баксов, грубо говоря. Вот это вот очень давно стоит машина, хотя в целом цена интересная, наверное. Это 605-й, дизельный, объем не установлен, правда, 1120 белорусских рублей. И это долларов 360-350. Но продается уже, не знаю, тут, может, год-два, если не больше, поэтому, скорее всего, и совсем-совсем она в нерабочем состоянии. Но, по крайней мере, двигатель на месте. Он в наличии. И здесь пыжик 206-й, 2001 года, 1,4 бензин, 4687 белорусских рублей, полторы, полторы долларов, может быть, там 1400-1450, если быть точнее. На механические коробки передач. Ну, конечно, вон и шпаклевка потрескалась, и коррозия присутствует. И 308-й, ребят. Вот этот 308-й в универсале, с треснутым задним сколотым фонарем. Вот такие вот моменты по кузову присутствуют. С панорамной крышей. Неплохая, кстати, комплектация. На механические коробки передач. Внутри комплектный. Ну, конечно, химчистки требует. Совсем грязненький весь. Но, если двигатель бензиновый, то не самый лучший вариант. Нет, кстати, 1,6 дизель. Почему я говорю про бензиновый? Потому что там 1,6 EP6 BMW-шечный старый. Мотор, в общем, неудачный. Максимально ненадежный, максимально дорогой в ремонте. А вот дизель неплохо будет. 308-й. 2008-й год. 1,6 дизель. 17 тысяч 10 белорусских рублей. Это получается где-то 5300, наверное. Ну, если в доллары переводить. В принципе, вот на сегодняшний реале, несмотря на все эти косяки, если по технике живой, прям живой, то может быть. Еще одна лагуна 1997-го года. 4865 белорусских рублей. Ну, тоже где-то 1,5, грубо говоря, долларов. И Ford Galaxy, 99-й год. 2,3 бензин. 8 тысяч 10 белорусских рублей. На скидку 2500-2600 долларов. Ну, понятное, Ford. Жуки. На бампере саморезы. Коррозия по дверям, коррозия по низам. Ой, а запах какой, ребят. Магнитолы нету. Тканевый салон, механическая коробка передач. Ну, вот и кузова здесь не сильно много осталось. Такие вот саморезики. Все как положено. Имеется фаркоп. И Kia. Кореец. Ну, конечно, тут еще хуже, чем этот Ford, блин. Тут вообще прям весь бедня газ гнил. 4179 рублей 2002 года. 1,6 бензин. 1300, грубо говоря, долларов. И Mazda 626, 1997 года. 2 литра бензин. 3375 белорусских рублей. 1050 долларов. Гнилая. Тоже тут, по сути, живого места нету. Порогов нет, а арок нет. Как передних, так и задних. Ну, и что? Здесь легенда. Ну, легенда немецкого автопрома. Семерка, 38-м кузове. Конечно, от легенды немного здесь осталось. Можно видеть. Тут уже не то, что сквозная коррозит. Просто части кузова повыгнивали. Можно видеть передние крылья. На пузе она лежит. 98-й год. 2,5 дизель. 11 340 белорусских рублей. И это получается меньше 4 тысяч долларов. Где-то, может быть, там 3 700. Плюс-минус. Если в боксату это все дело переводить. Но живого места, по сути, то и нету здесь. Задние арки сгнили. Задняя крышка багажника сгнила. Под нищу, я думаю, плюс-минус. Будет примерно что-то похоже. В плачевном, в общем, состоянии. Я думаю, за эти деньги немногим она будет интересна. Хотя дизель. Дизеля ценятся. Сузуки Лиана. 2002 год. 1,6 бензин. 8 812 белорусских рублей. Чуть меньше 3 тысяч долларов. Ну, может быть, 2 800, условно говоря. Ну, и, конечно же, не мог не показать. Вот эта электричка продается очень давно. Зоти Е200, 2018 год. 21, 168 рублей. Блин, ну, дорого. Было бы недорого, уже бы давно ее купили. Галант. В кузове седан 1997 года. 2 литра бензин. 4230 белорусских рублей. Где-то 1300-1350 долларов. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут уже что-то шаманили, делали. Весь он битый, перебитый. Крывой косой. Вот такой вот спойлер. Кто-то уже с ним извратился по полной. И видно, что такси. С Матра. Короче, поклонник какой-то Давыдыча. Ну, и вот, посатик, кстати, продан. Давно тоже он тут стоял. 92-го года. Изначально, когда он сюда появился, стоил 2106 белорусских рублей. А последняя переоценка была 1944 рубля. Ну, сколько? 600-700. Долларов 700, наверное, 700 с копейками, может быть, стартовая цена была. И вот такая вот «Зафира» 2002 года. 2,2 дизель. 8550 белорусских рублей. Что там хоть? Ну, по крайней мере, двигатель вроде как на месте. Насколько это все работоспособно, это уже другой вопрос, ребят. Если вы решили приобрести здесь какой-то лод, какой-то автомобиль посмотреть, особенно вот если это старенький какой-то автомобиль, то лучше, конечно, приезжать даже со своим топливом, попробовать завести, посмотреть, а потом уже принять решение, стоит оно того, и стоит ли вообще участвовать в торгах. Попадаются, безусловно, попадаются неплохие лоты, поэтому на Минском автоконфискате можно, в принципе, купить автомобиль, но относительно цена-качество неплохая. Но надо понимать, что, в общем, нужно приезжать, нужно целенаправленно смотреть, ну и надо понимать, что если автомобиль хороший, то и желающих на приобретение, на аукционе, будет достаточно большое количество. Это тоже надо понимать. Ну а так жду для обсуждения всего того, что вы увидели в комментариях. В общем, переходим, пишите, встретимся внизу под этим видео в комментариях. Огромная просьба, если вы смотрите нас без подписки, оформить подписочку, поставить лайк этому видео. Ну и, конечно же, всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok